Избранные цитаты Ломоносова Красоту, богатство и силу русского языка можно познать из книг, которые написаны много веков назад. Их писали люди, которые не знали правил и даже не догадывались о том, что они когда-либо появятся. Кто не может осилить малого, тому и великое не под силу. Только упорный труд способен преодолеть все препятствия. Один произведенный опыт намного дороже тысячи теорий, которые так и остались мыслями. У льстица на устах всегда мед. Но в сердце лишь яд. Ничего в этом мире не может произойти без необходимого основания. Разум с помощью науки проникает в тайны вещества, указывает, где истина. Наука и опыт только средства. Только способы собирания материалов для разума. Математику стоит любить хотя бы за то, что она помогает привести мысли и ум в порядок. Любовь подобна молнии. Она пронзает тихо, без грома. И даже самые сильные ее удары нам могут доставить удовольствие. Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымерять циркулем. Таков же и богословие учитель, если он думает, что по псалтире научиться можно астрономии или химии. Неусыпный труд все препятствия преодолевает. Ничто не происходит без достаточного основания. Истинный химик должен быть не только практиком и теоретиком, он должен быть еще и философом. Без грамматики оратория глупа, поэзия косноязычна, философия безосновательна, история непонятна, юриспруденция сомнительна. Природа весьма проста, что этому противоречит, должно быть отвергнута. Легко быть философом, выучить наизусть три слова, Бог так сотворил, и сие дая в ответ вместо всех причин. Худые примеры незакон. Любовь сильна, как молния, но без грому проницает, и самые сильные ее удары приятны. Правда и вера, суть две сестры родные, дочери одного Всевышнего родителя, никогда в распрю между собой прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания собственного мудрствования воскреплет. Дерзайте отчизну мужеством прославить. Не стоит замечать ошибки других. Постараться дать нечто большее, лучшее, вот достойное дело для каждого человека. Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно. Не сумма знаний, а правильный образ мышления и нравственное воспитание. Вот цель обучения. Смутно пишут о том, что смутно себе представляют. Величие, могущество и богатство всего государства состоит в сохранении и размножении русского народа. Михайло Ломоносов, человек, определивший время. Величие, могущество и богатство.